Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «День за днём» в студии Андрей Бойко. Все самые важные и интересные события по Татарскому району сегодня в нашей программе. Ах, романс! Татарская земля встретила участников фестиваля «Романтика романса». Нам без смеха никуда. КВНчики Татарска вновь выходят на сцену. Татарский район постил министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников. Готов ли район к весенней посевной? Об этом и о многом другом далее в нашем выпуске. Снег уже сошел с полей и пора приступать к посевной. И труженики сельского хозяйства готовы прямо сейчас начинать работу. О планах, изменениях и трудностях, которые могут возникнуть на начальном этапе в нашем сюжете. По сравнению с прошлым годом в хозяйствах района увеличилось количество посевов кормовых и зерновых культур. Техника, предстоящая посевной, также готова в полном объеме. Единственное, что может внести свои коррективы – это погода. На это обращают внимание все специалисты. Но несмотря на тот факт, что техника, которая имеется в хозяйствах, готова, есть проблема поставки новых единиц. И связывает это со сложившейся ситуацией в стране. С сентября, когда мы внесли первоначальный аванс, с сентября прошлого года до сих пор не пришел в район ни один кировец. Это, конечно, настораживает тех планах, что сегодня государство взялось в программу по импортозамещению, а на самом деле в состоянии ли оно выполнить свои обязательства перед сельхозтоваропроизводителем. Поэтому программы хорошие, программы внесут коррективы очень серьезные в сельское хозяйство. Но вопрос их своевременности выполнения, их возможности у государства – это, конечно, пугает. Много недопоставки техники из-за того, что разорвано отношение поставщики из-за рубежа, не успевают поставлять те или иные комплектующие, из-за этого нарушаются сроки поставки. Не стоит забывать и о кадровом вопросе. Очень сложно, самое сложное сегодня – вопрос с людьми. То есть людей не хватает катастрофически. Люди даже есть, можно сказать, но не хватает хороших специалистов, которых сегодня можно доверить сложные машины, которые есть в хозяйстве. Вот с ними проблемы. Вопрос кадров может решиться сотрудничеством хозяйств с Политехническим колледжем. Уже не первый год студенты работают в полях. Не отходит на второй план и строительство. В хозяйствах идет ремонт как старых построек, так и установка новых. Да, хозяйство района на все 100 готовы посевной. Сейчас вопрос лишь о стабильной погоде, которая в Сибири, к сожалению, всегда может преподнести неожиданный сюрприз. В конце прошлой недели министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников посетил Татарский район. В ходе встречи Игорь Николаевич посетил несколько сельских клубов и домов культуры. В первую очередь министр культуры встретился с главой Татарского района и обсудил те проблемы, которые имеются на сегодняшний день. Мы сейчас выделять будем средства для капитального ремонта ряд учреждений культуры. И кроме того, сейчас идет год российского кино. И фонд кино объявил конкурс на получение грантов со стороны фонда кино на приобретение кинооборудования. Также мы проехали по клубным учреждениям, чтобы посмотреть, где это можно было бы применить и подать грант в федеральный проект для того, чтобы оборудовать ряд учреждений культуры. Игорь Николаевич часто бывает в нашем районе и признает, что культура у нас находится на очень высоком уровне. Но, тем не менее, ряд проблем имеется. Практически везде надо латать крыши, приводить в порядок, а потом все остальное. Поэтому мы сейчас рассматривали тот вопрос, каким районным домам культуры нам необходимо помочь в первую очередь, чтобы привести их в порядок, и они могли нормально функционировать. Вот это самое главное. В завершении своего визита Игорь Решетников посетил 4-й межрегиональный фестиваль-конкурс «Романтика романса». Это замечательный конкурс, потому что он дает дорогу в жизнь многим начинающим артистам. Ну и самое главное – это развитие музыкальной культуры, развитие песенной культуры, это сохранение наших традиций, это возможность наших культурных связей и развития этих связей. И самое главное, что у каждого выступающего, который будет здесь выступать на этой сцене, появится свой любящий зритель, и надеюсь, что у каждого будет своя сцена. Меньше месяца остается до одного из главных праздников нашей страны. 9 мая исполнится 71 год Великой Победы. Сегодня в нашем районе идет активная подготовка к этому событию. Управление культуры, спорта по делам молодежи и социальной политики администрации Татарского района объявляет о начале подготовительного этапа гражданской акции «Бессмертный полк». Для участия в акции необходимо фотографию своего родственника фронтовика увеличить до формата А4. Фотографию поместить в рамку с ручкой 50 сантиметров. В нижней части фотографии на белом листе поместить информацию о фронтовике – фамилия, имя, отчество солдата и звание. Если нет фотографии, то можно сделать плакат с фамилией, именем, отчеством и званием фронтовика. После окончания акции портрет остается в семье. Если по какой-то причине вы не сможете участвовать в шествии 9 мая, вам окажут помощь. Портрет пронесут в колонию учащейся школ Татарского района. По всем вопросам, касающимся акции «Бессмертный полк», обращайтесь в молодежный центр Татарского района по телефону 24 895. Традиционно 6 мая в районном Доме культуры состоится торжественное собрание с концертными номерами. 7 мая пройдет встреча на перроне станции «Татарская» у мемориальной доски в честь 112-й стрелковой дивизии и 41-й отдельной стрелковой бригады. 9 мая в 11 утра жители Татарска смогут прийти на мемориальный комплекс, где пройдет торжественная встреча с парадом техники военных лет. А завершится празднование вечерней программой на центральной концертной площадке и фейерверком. В четвертый раз Татарский район принимал на своей земле участников межрегионального конкурса «Романтика романса». Каждый год на фестиваль приезжают любители романса из Новосибирской и Омской областей. Идея проведения такого масштабного мероприятия появилась в 2013 году. С каждым годом фестиваль становится все популярнее, привлекает многочисленную аудиторию, объединяет композиторов, поэтов и музыкантов, более опытных и молодых исполнителей, профессионалов и любителей. Мне этот жанр песни очень нравится. Я считаю, что многие песцы, которые хотят себя попробовать, молодые, должны, в принципе, тоже начинать с «Романца». А помимо того, что исполняете романсы, исполняете какие-то эстрадные песни или, может быть, еще какие-то жанры? «Безусловно. И современные поп, так скажем, произведения, и классические произведения». Перед выходом на сцену волнуются все. И те, кто впервые выходят на сцену, и артисты с большим опытом. «Каждое выступление – это, конечно, волнительно, потому что вновь в зале люди, которые любят романсы. Хочется доставить им радость, и хочется, чтобы они не разочаровывались ни в чем». На открытии конкурса всех поприветствовал глава Татарского района. Владимир Смирнов и министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников. В первый же день, еще до официального открытия, в конкурсной программе выступило большое количество участников. «Вы знаете, мне даже страшно предположить, что будет дальше. Потому что даже то, что сегодня мы услышали, это уже очень хороший и очень высокий уровень. Все наши песни, они родили советские песни, я имею в виду, из жанра городского романса. Поэтому здесь есть некое переплетение этих двух жанров. И если это будет исполнено очень искренне, то, что писал не только композитор, но еще и поэт хотел выразить в своих стихах, тогда это то, что нужно». По итогам конкурса многие артисты из Татарского района стали лауреатами фестиваля. А новым обладателем гран-при стал Александр Сошин из города Берска. Жюри обратили внимание на то, что им понравилось не только исполнение романса, но и тот факт, что песня является собственного сочинения. Сразу же после выпуска программы «День за днем» смотрите большой репортаж с закулисья фестиваля «Романтика романса». 14 апреля детская школа искусств «Радуга» встречала в своих стенах всех желающих. Там проходил ежегодный день открытых дверей и экскурсия, где гости смогли ознакомиться с деятельностью школы. «Хорошо звучит, Сергей!» В этот день любой желающий смог посетить «Радугу», чтобы познакомиться с деятельностью учреждения. Более ста обучающихся школ города и района и других образовательных учреждений посетили школу искусств. Основной целью мероприятия является знакомство с отделениями, на которых проходит обучение. А педагоги и ученики «Радуги» представили гостям свое творчество. В ходе экскурсии был показан каждый кабинет школы искусств. Рассказана история инструментов, которые дети смогли увидеть там и услышать их звучание. В конце я с ребятами обменялась мнениями. Очень многие, у многих ребят появилось желание обучаться в нашей школе. Мы очень надеемся, что ребята придут все-таки учиться. Желание не пропадет, пока они идут до дома. И родители поддержат ребят, приведут все-таки их. Дети были действительно очень довольны проведенным временем в детской школе искусств и уходили оттуда с заметным музыкальным огоньком в глазах. Первое апреля уже позади, но шутки все еще рвутся на свободу. А где их количество может превышать все ожидания, как ни на игре КВН? 12 апреля фестиваль школьных команд КВН с игры «Пролетели» уже в 13-й раз встречал гостей, которые смогли насладиться отличным юмором от команд города и района. 10 команд, более двух часов юмора от школьников города и района при полном зале, несмотря на то, что фестиваль проходил в непривычный будний день. В роли ведущего практически бессменный Егор Галев, а в жюри опытные КВНщики с большим стажем и друзья татарского КВНа. Ответственную задачу открывать фестиваль в этом году возложили на плечи чемпионов прошлых стингерей. Команде школы номер 4 «Центральный район». Тоже достаточно опытные игроки, которые успели поучаствовать во многих лигах города Омска и Новосибирска. Выступили ребята на уровне и настроили зрителей на нужный лад. Центральный район, хотели бы остаться. В целом выступления команд были ровными и качественными. У каждого юмористического коллектива было как минимум по одному разу, когда зал уходил в овации. Довольно самобытно на фоне более или менее классических КВНовских команд смотрелась команда Алины Колоколкина, состоящая всего из двух человек. Стоит признать, что у ребят не совсем стандартный подход к юмору, но это не всегда плохо. И реакция зала это подтверждает. И закончить бы хотелось статусом из ВКонтакте. Жить нужно так, чтобы вашим именем назвали «Синдром». Алина Колоколкина, спасибо за внимание. Еще одним дебютантом «Снегирей» стала команда районного дома культуры «Музей Мадам Тюсо», которая показала хороший музыкальный КВН. И, как всегда, на жюри возлагается тяжкий груз выбора победителя. Но КВН – это в первую очередь соревнования, хоть и юмористические. И тут должны быть свои чемпионы. Места распределились следующим образом. Третье место у команды «Лицом к лицу» из лицея. Второе и первое у дебютантов. Команды Алина Колоколкина и «Музей Мадам Тюсо», соответственно. А чемпионами стала команда Педагогического колледжа. И с большой радостью вручаю вот этот гран-при команде Татарского Педагогического колледжа. И это еще не все награды. Мистером КВН фестиваля «Снегири пролетели» стал Павел Воронцов, а мист КВН – Алина Колоколкина. Два участника одноименной команды. А центральный район получил спецприз от команды «Завета Кузьмича». Таким были эти «Снегири». Кто-то может сказать, что цифра 13 не счастливая, но победители смогут с этим поспорить. Более двух столетий у русского народа существует такая спортивная игра, как «Городки». В этой игре необходимо с определенных расстояний выбивать метанием биты фигуры. В татарском районе этот вид спорта стараются сохранить и развивать. На карте Новосибирской области можно найти не так много мест, где сохранились подобные спортивные площадки. Уже второй год практически на общественных началах с детьми занимается Владимир Петрович. Сейчас у тренера более 20 школьников, которые регулярно приходят на тренировки. И у нас же ведь в области такого корта, как у нас нигде нету. Это правда летний, но он вот, пожалуйста, все условия заниматься. Несмотря на рвение тренера и его подопечных, для полноценных занятий необходимо некоторые обновления инвентаря. В области регулярно проходят соревнования по городкам. Так, 30 апреля будут проходить соревнования в Чистоозерке, а 24 мая в Кочневке пройдут соревнования в зачет летних сельских игр. Однако все эти состязания для взрослых спортсменов. Для городошников младшего возраста в нашей области турниры практически не проводятся. В Омской области есть, в Барнауле есть. Они вот приходили в прошлый год, увидели, мои дети занимаются, а им понравилось. О, молодцы татарцы, это хорошо, что у вас дети занимаются, а им очень понравилось. Взрослые спортсмены из Татарска в городках всегда были одними из самых сильных в области. Хотелось бы, чтобы и подрастающее поколение не забывало про этот необычный вид спорта. Желаю, чтобы детей приводили своих. Ну и как-то, не знаю, поддержали этот вид спорта всем, чем можно. Это наш исконно русский вид спорта. Наш выпуск продолжает обзор спортивных новостей. 9 апреля состоялись финальные соревнования по волейболу за счет второй спартакиады муниципальных образований среди женских команд. Бронза в этих соревнованиях досталась команде Лопатинского сельского совета, Серебронному пиромайскому сельсовету, ну а золото северо-татарскому. В этот же день прошли соревнования по волейболу среди мужских команд. В финал вышли команды Казачьи-Мысского сельсовета, Новотроицкого и Новопервомайского. Финальные соревнования состоятся 23 апреля в Казачьем мысе. Это был информационный выпуск «День за днем». Смотрите нас на телеканале ОТС каждую пятницу в 18.00 с повтором в субботу в 10.30. Также все наши выпуски вы можете найти в нашей группе ВКонтакте. С вами был Андрей Бойко. Удачных вам выходных и хорошего настроения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Белые акации, гроздья душистые, вечерний звон, гори-гори, моя звезда. Эти композиции хорошо знакомы всем участникам и зрителям сегодняшнего мероприятия. В Татарске начинается четвертый межрегиональный фестиваль «Романтика. Романса». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рядом со мной находится участник всех фестивалей «Романтика. Романса» Александр Овчинников. Александр, волнуешься перед выходом? Конечно, волнуюсь. У тебя в руках гитара, ты будешь оба «Романса» исполнять под гитару? Нет, один под гитару, один под минус. А тебе самому как больше нравится? Под минусовку или все-таки под живой аккомпанемент? Вообще больше нравится под живой аккомпанемент. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасибо этой гостеприимной земле. Спасибо этому гостеприимному дому. Ведь четвертый год подряд мы встречаемся в этом месте. Браво, браво, браво. АПЛОДИСМЕНТЫ В настоящий момент на сцене выступает один из первых конкурсантов фестиваля «Романтика. Романса». Это Анна Терещенко из Венгеровского района. Прямо сейчас давайте узнаем ее ощущения. Какие композиции вы выбрали для исполнения? Я выбрала песни «Марий» и «Разлука». А с чем это связано? Почему именно эти песни? Ну, «Разлука» это из моего любимого сериала, «Гардемарины». А песня Марии просто понравилась. Рядом со мной находится Нигина Мерсадикова, которая представляет татарский район в номинации «Юный исполнитель». А все правильно сказал? Да. Расскажи, что ты будешь исполнять? Я буду исполнять два «Романса» «В минуту жизни трудную» и «Романс с Настенькой». Ты когда-нибудь участвовала уже в этом конкурсе? Я одна не участвовала, но участвовала с ансамблем. И какие результаты были с ансамблем? Первая степень. В этом году на что рассчитываешь? Рассчитываю на лучшее. Я знаю, что вы исполняете песни в разных жанрах. То есть это «Эстрада», «Романс» сегодня мы слышали. Может быть, что-то еще? Самой вам что больше нравится исполнять? Ну, «Романсы» я исполняю только второй год. Второй год на этом конкурсе. Ну, понравилось. Поэтому пришла еще. Шлягеры исполняли. Были на конкурсе в Барабинске. Тоже нравится. Как бы предпочтения совсем нет какому-то жанру. Ну, нравится все. «Романсы» – это тема, наверное, давно забытая. А сейчас это все возрождается. Вот вы уже отсмотрели несколько участников. Как вам кажется, соперники сильные? Да. Здорово поэффективно. Здорово. Даже смотрел сейчас, действительно, что голоса хэш. Я знаю, что вы еще занимаетесь народной музыкой, то есть играете на гармошке, поете. Это здесь будет какой-то симбиоз «Романса» и «Народной музыки» или что-то другое? Ну, «Романсы» будет аккомпанировать Добренко Анатолий Семенович. Ну, ближе к «Народной». Вот и душенька. Время от времени конкурсанты за кулисами спорят о том, какая песня является «Романсом», а какая – нет. Но только члены жюри знают правильный ответ на этот вопрос. Скажите, есть какая-то формула, чтобы отличить обычную лирическую, скажем так, песню от настоящего «Романса»? Мне кажется, что «Романс» отличается от песни своей исповедальностью. Ведь не зря великий бас Штоколов сказал когда-то о «Романсе», что «Романс» – это драма в миниатюре. «Романс» длится всего 2-3 минуты, а в ней может прозвучать вся история любви или история всей жизни. Ну что ж, первые конкурсанты закончили свое выступление, и сейчас зал районного дома культуры «Родина» переполнен, потому что именно сейчас начинается торжественное открытие 4-го межрегионального фестиваля «Романтика-романса». Этот фестиваль проходит под нашим патронажем, и когда-то еще в старые добрые времена было принято решение об организации этого фестиваля, Министерство культуры поддержало. Кроме того, 2 года назад мы приняли решение, что он будет еще межрегиональным. Поэтому, конечно, хотелось бы посмотреть уровень участников, сам уровень фестиваля. Ну что ж, вот и наступил второй день нашего праздника песни. Участники продолжают подъезжать, а ненастная погода не останавливает ни зрителей нашего фестиваля, ни конкурсантов. Помимо романцев вы работаете еще в каком-то жанре в плане вокала или в плане исполнения? Эстрадная песня, рок-песни, то есть пробую разный жанр. Конкретно для себя еще не выбрал, то есть какой мне больше нравится. Получается, вы можете прийти домой, послушать какую-то рок-композицию, да? А можете ли дома послушать какие-то романсы? Бывают такие моменты? Конечно. Это, во-первых, зависит от настроения, это зависит от того, что я чувствую, что за день произошло в моей судьбе, в общем. И это уже складывается на том, что я слушаю. Атмосфера, ну не сказала бы я, что напряженная, но волнительная немного, потому что все-таки это конкурс. Мы выступаем перед большими артистами и нужно себя показать достойно. Мы стараемся. Ну, я думаю, что народная песня мне все-таки ближе немного, но романсы тоже иногда пробую. В нашем коллективе пять Александров. Все Александры, все поющие такие, все почти что знаменитые уже. Скажите, как так получилось, что в коллективе пять Александров вы брали в коллектив исключительно людей только с этим именем? Как вы думаете? Нет, это шли просто по интересу. Просто Александры, они самые... Совершенно случайно, да. Александры, они все поющие. Вы не Александр? К сожалению, нет, поэтому я не умею петь. Не хотелось бы выступить хуже, чем в прошлом году, тем более нас очень хорошо принимали. Мы весь год, откровенно говоря, жили ожиданием этой новой встречи. И не только приехали мы сюда ради призов каких-то, призов каких-то, а ехали на встречу уже со своим зрителем. И когда мы сюда подъехали, нас многие встречали, здоровались, узнавали о нас. И мы, как уже пожилые люди, так сказать, уже пора на пенсию, а мы что-то вот еще ездим. И когда к нам подходят и говорят, что вот недавно нам сказали, мы бы хотели ваш коллектив видеть в Барабинске, когда нам такие слова говорят, откуда-то берется сила. Конкурсанты приехали весьма-весьма подготовленные. Они готовы сражаться до полной победы. И я от всей души желаю им этого. Это праздник. Праздник романса, праздник песни. Так все-таки, что же такое романс? Обратимся к интернету. Романс – это небольшое музыкальное сочинение для голоса в сопровождении инструмента, написанное на стихи лирического содержания. Только и всего, как мало слов и как много смысла. Наш фестиваль подходит к своему логическому завершению. И нам остается только ждать, когда ровно через год на татарской земле вновь соберутся любители романцев. Ты меня на свете разбудишь, проводить, не обутая быты. Ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не убедешь. Я тебя никогда не убережу. Я тебя никогда не убережу. Я тебя никогда не убережу. Я тебя никогда не забуду. И я тебя никогда не убережу. Я тебя никогда не убережу. Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не убережу. 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 Продолжение следует...